Давайте оставим метки, не по-моему, все-таки, я думаю, что, ну, как-то, не учись в России. Ну, я вам правильно сказал. Ну, что, я бы, кстати, вас разговариваю, говорила, что, как только их вы не ходили, я так, чтобы они уходили в кубики, и так, чтобы они упали, что они не должны. И причем за годами, когда они только метки, мне не в первый раз работают в университете, Я не буду отвечать на это, но просто другой факт приведу, вот в феврале, когда ты меня пригласил на такой зал, и я всегда там, ну высказал свое мнение, что что-то не важно в нашем королевстве. На следующий день вышла бумага под маленьких страниц, отправленная человеку 10, 10 присутствующих, опубликованная в виде открытого письма, здесь Анатолий Павлович любит на скидку, напишет письмо, а не на армию мировала, на две стороны, и предлагает, мне не нравится, отпишите, пока вы не говорите, а вы не подпишите. Естественно, что у меня возникло желание, чтобы читать письма, и тем более, а вы, что мы и грешили еще там куда-то, ну не серьезно, надо почитать потом, потому что это все видите, вот мы уже туда читаем, слушайте. На следующий день вышла другое, якобы мою составу, это трудно отрицать, господа, товарищи, коллеги, вы получили, не я получил, потом мне переслали, а потом, товарищи, как? Я не понимаю, что дам вы еще одну письму поедете, но не буду с вами, я не ответил на эти вопросы. По поводу, вы не сказали. Ну, вы обратили внимание, мы, я скажу, что Анатолий Павлович приемную норму. На самом деле, что вы ждали? Дом сдан поисплодателям. И там, например, 3 года назад губернатор выступал, у нас 26 проблемных домов в области, которые не сдали поисплодателям. У нас это тройки, но не отрицать. Честь их была, никто не отрицал. Ну, кто там говорит? Все работает. Поэтому нам надо вообще-то, знаете, как, все веком-то смысле? Наверное, тропающий счет его оттенок. Вы еще долг. Письма ничего не дали. Мы потеряли контакт с университетом. Вы что думаете, вы поставите услугу, и, может быть, кто-то принял в университете? Ну, подумайте. Когда не будем отсуждать? Опять же. Поэтому. Нам нужно свыкнуться с тем, что мы плотно будем в таком состоянии. Но ничего страшного, на самом деле. Я полагаю часть этих домов. Ну, люди скажут, я тоже, мы-то можем, но нет этих стран. Всего лишь. Допустим, кто-то не получил пособие, прогрессу. Но те, кто уходят в продажу, извините, нам когда-то будут сказать, что мы довольны для них и победили. Получать среди себя. Нет, как хотите. Нет этих стран. Отсюда у меня первое предложение. Раз нам жить домом, в таком подвешенном состоянии, потому что, я дальше, наверное, не перейду, то надо жить посредством. Я, конечно, могу. Это я, кто-то не раньше дал это, и кто-то раньше я тоже. Но я не привык, не посвящен. Понятно. Конкретно. Поскольку нам жить трудно в этом состоянии. И даже не в этом состоянии. Ну, допустим, мы вчера-завтра получим. И здесь нас получили. Хочешь так? Ну, продолжим. Но нам надо жить посредством. Вы что думаете, будет один дончик? И вы ему скажете, 50 тысяч не деньги. Он скажет, да, давайте мы будем держать юриста за 50 тысяч. Или будем иметь председателя за 30, за 15, за мистителя. Вы где-нибудь видели такого председателя, содержащего юриста за 50 тысяч, и помощника за 15 тысяч. Я не вижу. У нас в 245 кг. Председатель получает 10 тысяч рублей. При этом мы еще держим зарплота за 70, но у него 8 часов рабочий день. Он там по работе ехал. А что это за мистину? И что за юриста? У нас для того, чтобы мы проверим, кто сколько сдал, есть бухгалтер. Который элементартер может нам доложить, что столько проданут, столько проданут. Кто у меня аудит, какие-то дадут. И для этого совершенно аудит. Какой аудит? Аудит, знаете что? Если мы хотим аудит, вскрыть какие-то гору употребления, это для этого. Но я думаю, не в интересах вообще ничьих. Скажу так. Мое мнение, что в любом случае, кроме Анатолия Павловича, дом не шло. Если это возможно вообще сдать, не сдать. Но мы. Это мое первое предложение. Главное чётко сказать. Если мы теперь, сколько я не пойму, краб и смысл нам должен подсказать, максимум, что мы можем предварить нашу бюджет, 3-10, 3-12. И при этом это совместительство, ну дела. Я не знаю. Понятно. Примерно. Вы плачали. Плачали. А мы скоро откроемся. А я буду... Я понял сразу. Вопрос по регистрации. По регистрации. Теперь по регистрации. Вы думаете, что... Вы думаете, что у кого-то университеты настолько много, чёстко, что не понимают? И вы думаете только выйти в 4-5 лет? Мы были инициативной группы 3 человека. Ну, той же, этой самой величайкой. У Гришина. Нам сказали просто ласково, бедливо. Да вы это представьте, а мы сможем. Друзья мои, когда сдаётся дом, сначала оформляется земля в равнодалевое солнце. Потом этот документ предоставляется в пакете со всеми документами. И от того, что мы будем многое говорить, называть имена отчества и фамилии очень красиво, на посту не говорят, сколько ни говори халбат, слаще больше не станет. Если посмотреть, сколько идут и выучить сегодня в дом про это всё. Позвучит по регистрации. Не переливайте, я вас не переливаю. По регистрации. Университет не нужно. Дважды университет подписывал соглашение, согласованное с той же Величенко, с тем же Семсковым, с той же прокуратурой. Мы игрушка. Нами можно грутить. Дважды ректоратор грутили. Третий раз не больше ректоратора. Точно не больше. Нами можно грутить. Нами можно манипулировать так, что за эти четыре года, скажите, хоть одно предложение, высказанное нашим председателем, мы против государства, подавляющим большинством всегда. Ни одно решение его не было нами не принято. И отсюда, когда по регистрации я говорил, мы получим этот третий документ, в четвертом документе, пока не лишатся еще другие подводные камни, которые существуют, а они какие-то. Известная фраза опять цитирует. Анатолий Павлович, если бы я все квартиры Кислово отдал, как они были, мы бы давно получили селеть способ. О чем это говорит? Слушайте. Причем это не одно, оно говорит о многих. Может быть конфликт, мы не все понимаем, мы не все знаем. Все поеду под народу. В чем дело? Понимаете? И знаете о той праве, которая согласована была во всех инстанциях. в моем присутствии лета 19-го года. Что изменилось? Неизвестно что. И дело не только в этих четырех с половиной веках. Дело принципиально в Кага. О ком стоит. Понимаете, нет просто этот договор. Вы говорили о Кагастровом паспорте. Нам тоже говорят эту красивую фразу. У нас есть Кагастровый паспорт на дом. А есть Кагастровый паспорт на землю, которого у нас нет. Любой земля отводится, каково у нас есть. Договор аренды на эту землю. Выделение семейного участника. Этот договор должен зарегистрирован быть в землю. Если он должен наладки. Понимаете как? Только в этом случае это наша земля. Университет отказался от земли в воздух в воздух. В воздух в воздух в воздух. А мы-то их все мы взяли оформили или нет. Вот давайте подумаем. Понимаете как? Нам говорят. Хоть один, вспомните, хоть один зарегистрируется. Следуем все поймут. Слушайте, двое зарегистрируется. Что касается регистрации. У меня конкретные предложения. Прежде всего, эту часть я написал. Прежде всего, друзья мои. Раз нам жить в оперативе, не важно, что это хозяйство будет задеть, то прежде всего необходимо, как не стоит управлять, в мирное сообщество. Пащиков и дочек. Людей разных, самых разных не бред нести. Моих. Эти люди и мы все платим вам, Анатолий Павлович. Вашему заместителю и всему штату мы платим. Не надо отправлять этих людей на сайт администрации, что скоро будет вывешено. Это не грамотно. Прочитайте устав. Каждый член ЖСК имеет право. Пожалуйста. По регистрации. Послушайте, не надо. Мы же не расслабляем вопрос. Олег. Да. Давай забывайте о регистрации. В соответствии с уставом, каждый член ЖСК имеет право ознакомиться со всей документацией. Вы должны понять, мы платим вам. И платим немалые деньги. И не только вам, а вашему героисту. Хотя решения об этом, раз уж мы с беременем, не было. Скажу так. В сентябре было собрание. Анатолий Павлович. Мои полномочия закончились. Я свои обязательства выполнил. И прошу освободить меня. Как мы не уговаривали, а уговаривали в основном два человека, он так далее будет по воле. Нет. Хорошо. Ну мы-ка нам-ка будем взять. Немель так нет. Поверла так нет. Через неделю. Он продолжает собрание. Ничего вы не говорили два часа. Он продолжает. Он продолжает. Промоколис. Представит вы. Вот вы. Через неделю он возвращается. Мало того возвращается. С первого октября в штате поиграет. Ну хотите. Вы деньги платят. Ну не ключа. Это организация платит эти деньги, уважаю. Ну конкретно что вы хотите рассказать. Ну отнесите. Я думаю сформировать влачное мнение, что с первого октября появляется неизвестно, откуда ли вы. Как правило вы не обращайтесь. Давайте разлушаем. Давайте! Хорош выступать, чёрт, пришли сюда сказки слушать 120. Хорош выступать, чё ещё это? Я, например, товарищ пришёл, конкретно услышал про вегет-красный самый так-дон. Мы слушаем, мы говорим, да я человеку сказал. Чё это такое? Сколько вы говорите? Сколько вы говорите? Это урагинальные действия, вы когда вы слушаете, то есть на нас, вот человек? В они народе играют. Да это чего-то мы ещё сказали, мы-то и знаем. Пожалуйста. Подожди, Сергей Евгеньевич, вперёд. Ну, в кавычках. И да, второе. Не поверю. И да, единственное. Второе, в связи с этим, я предлагаю. Создать. И не загибнуть друг. Из авторитетных, дольщиков и пащиков. Для разрешения. Стольных вопросов. Связан. С выключить актоприемных вопросов. У нас, видно, как гаджеты, как гаджеты, бухгалтеры. Никакого там и кричитого честного юриста. А гугалтера. С чётким отчётом. Конкретно по фамилии. Кто столько сдал. У кого какая-то, да, какая-то должность. И спащик. И, наконец, третье. Предлагаю. Сократить расходы на обслуживание. В частности. Председателю. 10-13-10. Зависителю вновь будет. Спасибо. 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 Вот.